Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня мы с вами кушаем курочку гриль, давненько ее не было, и здесь у меня прям горячий-горячий кофе. Подсела на кофе, как вы знаете. Тут у нас кетчуп, еще здесь наш шарап, немножко красного болгарского перца, конечно же, мои любимые маслины. Немного салата, лимон и все дела. Давайте приступим, потому что я ужасно голодная, всю курицу не съем, но хоть что-то поедим, поболтаем с вами. Потому что только всего надо вам рассказать за сегодняшний день, что произошло. Начать хочу с того момента, что я в видео говорила вам о том, что мне писала одна девочка в комментариях, что она подобрала, сначала написала, что она подобрала сестру Твикса, моего котенка. То есть, кто не знает, я подобрала своего котенка с улицы. У него там была сестричка. И она мне написала, что я подобрала второго котенка. Оказалось, что это девочка. Я так обрадовалась. Мы с ней начали переписываться. А то мы с ним общаемся. А потом я прошу ее отправить в фотографию. То есть, в фотографию котенка. И тут она пропадает. Просто перестает отвечать. Читает и не отвечает. Я так поняла, что это какой-то ребенок. Просто решил со мной попереписываться. Я просто не понимаю, зачем врать. Наверное, написала я и не отвечала. Либо не видела. Поэтому она решила наладить со мной контакт вот таким вот способом. Таким вот враньем. Реально немного неприятно было. Потому что мы прям переписывались с ней туда-сюда. Я там даже хотела с ней встретиться. Чтобы мой Твикс увидел свою сестренку. Общались насчет корма. Насчет поведения и все дела. Приручение к туалету. И вдруг оказывается, что она даже не подобрала. Потому что она просто пропала после того, как я попросила отправить фотографию. Просто перестала писать. Вот такая вот неприятная ситуация. Но это ладно. С кетчупом прям вкусно. Сегодня приходит к нам обычно в конце месяца парень и говорит вы должны заплатить за интернет. И как всегда мы как бы даем парню, который приходит. По идее это немного неудобно. Удобнее просто с карточки заплатить через интернет. Но когда изначально я провела этот интернет, я сразу сказала, что этот способ мне не очень удобен. А этот парень другой был тогда. Он сказал, что нам капают бонусы из-за того, что мы сами приходим, забираем у вас деньги. Поэтому если вам не сложно, выберите этот способ оплаты. Мы будем каждый месяц приходить и забирать у вас денежку. Я сказала окей. В общем, а нашему зданию дали купчу. То есть это документ. Купча это домовая по-русски. То есть по этому документу ты можешь продать или купить, прописаться и так далее. Ну в общем, этот документ нам уже дали. Слава богу, суть не в этом. В документе просто указан номер квартиры другой. У нас сейчас, например, один номер квартиры, а потом, когда они уже получали этот документ домовой для всех зданий, там просто оказалось, что нулевой этаж тоже считается. И получается, что все номера квартир их поменяли. То есть стало чуть больше, потому что нулевой этаж тоже посчитали, а изначально его вообще не считали. Ну очень длинная история, вы, наверное, нифига не поняли. Но факт заключается в том, что у нас в домовой книге написан другой адрес и номер квартиры. Так как произошли некоторые изменения, поменяли. Но это ладно. Проблема в том, что когда я плачу за интернет, я забыла, сказала свой номер квартиры, а получается, что я заплатила за соседа снизу. Потому что у них все это поменялось. В общем, все целый день морока, но я заплатила не за того. Заплатила за два месяца. Потом это все разбираться, выяснять и все дела. Слава богу, все решили. Быстренько, оперативненько. Сервис в этом плане обалденный. Вот эта путаница немного испортила настроение. Это знаете, на что похоже? У меня однажды тетя пошла платить деньги, за газ. У нас такая система, ты просто кладешь денежки на карточку свою газовую. Приходишь и просто эту карточку суешь в счетчик. И все. Денежка тетя загружается. В общем, она положила деньги на карточку, оказалось, что туда деньги не поступили. потом обратилась в банк на горячую линию и вроде как их деньги сразу вернули. но самое главное, знаете, сразу рассматривают заявку, сразу тебе помогают, не в зависимости от суммы, которую ты заплатил. Это круто, конечно. То есть, никто никуда не шлет тебя, наоборот, пытается помочь. В этом плане прям респект. Понравилась мне моя медиасеть новая. мама изначально говорила, ой, зачем столько платить? Нормальный интернет. Чуть дольше будут загружаться видео, ну и что? Потерпишь. Пока видео загружается, ты себе там обложку сделаешь. А я поспорила с мамой. Вы знаете, такой кайф. Кайф, что видео прям загружается в течение, наверное, где-то 5, 4-5 минут. Вот так вот. Ну, в зависимости от видео, конечно, от длины, от качества. Какое качество я выберу при монтаже. Так что вот так вот. Я прям кайфую, что у меня сразу загружаются видео. Еще теперь другая программа монтажа. Тоже платная. Вот вы меня иногда спрашиваете, на какой программе монтируешь, какую советуешь. Честно, вот эти все бесплатные программы. Они дурацкие. Если ты не занимаешься любительски, а ты конкретно зарабатываешь с ютуба, то лучше, конечно, взять какую-то программу более серьезную. Опять же, на мой взгляд. Пусть ты в год один раз заплатишь за нее, но зато будет удобнее. экономить будет твое время. Есть техподдержка. Когда я только начинала блогерство, так скажем, я хотела найти бесплатную программу, потому что я не знала, получится у меня, не получится. Было жалко тратить деньги. Просто так в пустую. Вдруг не наберутся подписчики, никто не будет меня смотреть. и получается попросту я потрачу столько денег на программу, которая мне не нужна. И там, знаете как? Например, программа монтажа. Ты ее покупаешь не навсегда. Ты ее покупаешь на год использования. То есть, через год тебе надо покупать новый ключ. мне однажды предложили рекламу, еще давно это было, типа программа монтажа. А на самом деле это программа, по которой считывается информация с вашего компьютера. Это просто хотели угнать канал. Я типа не вдупляю, я им такая говорю. Есть у вас примеры, как вашу программу рекламировали другие блогеры. И они мне отправляют видео одного очень известного блогера, как она рекламирует их программу. Я внимательно посмотрела на ссылку, которая указана у этого блогера. И что вы думаете? Сайт, с которого мне рекомендуют скачать программу и сайт, который оставил в инфобоксе этот блогер, это два разных сайта. много сейчас мошенников всяких. Подписчица в тот день написала, что звонят какие-то типа из Альфа-банка, срочно скажите кодовое слово. сейчас как будто люди сидят и вот хотят кого-то обмануть. Мне кажется, если эту энергию, эти силы сидишь там придумываешь, как, что кого обмануть в правильное русло, эти силы и энергию, будешь зарабатывать еще больше и без вот этих вот грехов, которые на душу берете. Я в шоке была. Подписчица написала огромное сообщение, мы там с ней списались, там о том, о сем, болтали. Я люблю иногда, знаете, с незнакомым человеком общаться о чем-то. Иногда даже, знаете, такое бывает, мне написала подписчица, у меня прям нету настроения, я ей рассказываю такие моменты из своей жизни, которые, наверное, никому не могу рассказать. Я никогда не задумываюсь о том, что она где-то может поделиться об этом. Это как идут к священнику и рассказывают о всех своих грехах. грехами сложно назвать, конечно. лимон просто так лежит у меня здесь прям забыла совсем. Настолько вкусно. курочку брала в Браво. Там она невероятно вкусная. Я не знаю, что они делают за дукуризе. Внутри она хорошенько пропеклась. под вечер, когда идешь туда, там уже этого всего нету. Надо обязательно идти вовремя. В 10, по-моему, начинается там работать эта гриль. И где-то, наверное, до 6. Позже 6 пойдете, ничего не найдете там. У нас, слава богу, вот с этим обманом кодовое слово, еще что-то, какие-то мошенники, которые снимают с твоей карты денежку. Этого, слава богу, нету. Но пока, наверное, мы не дошли до этого уровня. У меня одногруппник однажды нашел телефон айфон восьмой, по-моему, или семерка была. В общем, чехол тоже было видно какой-то девчачий был. Он решил отдать этот телефон. Созвонился с девушкой. Девушка притащила там такую вот Рафаэлку. Была безумно благодарна. Вы знаете, они там списались, начали потом общаться. Правда, расстались потом. Но могло что-то получиться. Почему расстались? Просто парень уже собиралась поступать в магистратуру за границу. А девушка, она была против как бы отношений на расстоянии. Откуда я это все знаю? Он просто мне рассказывал. Вот. И так получилось, что расстались. Прям прикольное, да, знакомство? она посеяло. Она посеяла. Он нашел. Если бы у них все получилось, они были бы вместе. Можно было говорить о том, что это судьба. Иногда мы знакомимся в таких местах. например, я думаю, а если бы в тот день я бы не пошла на этот день рождения, чтобы было. мы сидели на дне рождения, что-то там играли в игру. Нужно было угадать. Мой одноклассник постоянно меня назвал Айка, Айка. А я спросила у него, я говорю, как думаешь, как меня зовут? Он так посмотрел на меня, он говорит, ай, ну. Потом начали прикалываться, угадайте, кто на каком этаже живет. В общем, я его и даже не угадала, а он угадал. Вот это была судьба. Вот это была судьбинушка. Осталось полкурицы, немного, но я уже наелась. Как-то темновато, да, я только сейчас обратила внимание. В общем, всегда надо быть начеком. Я вам рассказывала, да, давно еще. Мой отец зашел в супермаркет, у него с собой был пакет, ему сказали, что пакет обязательно нужно оставлять в этих, знаете, ящиках, которые есть в супермаркете. Он оставил, закрыл ключом, пошел. Пришел, этого его пакета нету. Оказывается, ключ, он подходит ко всем ящикам. Гениально просто, да? И когда в супермаркетах со мной спорят, что нет, оставьте там. Однажды я шла к Фадди, по-моему, со своей камеры. Я говорю, я свою камеру там не оставлю. Вы несете гарантию? Никто ее там не возьмет. В общем, посидели, покушали, до конца не доели, но все равно, мне кажется, посидели прям атмосферненько. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Если вам не жалко, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Мне будет безумно приятно. Я очень хочу 180 тысяч подписчиков. Осталось совсем чуток.